У нас есть группы для маленьких детей, которые еще не знают, что они будут художниками, но для их развития и общего развития искусства это очень полезно. Это развивает мелкую моторику, образное мышление, на английском leadership skills, значит, эти дети могут принимать собственные решения, быть лидерами. Они уже не думают о каком-то стереотипичном деревце, это палочка с веточками зелеными. Они каждый предмет, каждое дерево видят как уникальное, как уникальное, нечто уникальное, как объект уникальный. Интересное задание для младших – это папье-маше. Дизайн игрушки, создать игрушку из папье-маше. Сначала мы рисуем каждое свое любимое животное – кот, собачка и так далее. Потом мы лепим их из пластилина. И каждый ребенок может сделать трехмерную версию своей игрушки из пластилина. После чего мы облепляем ее бумагой и клеем. И уже после грунтуем и раскрашиваем. Это щеночек, но он очеловеченный, видите, потому что это дизайн игрушки. Так это мальчик-кошечка, а это, может быть, собачка. Видите? А потом мы его можем полить, интересно, как-то краской. Или просто кусок краски – это, может быть, его шляп. У меня и чисто автобиографическое направление. Я должен пережить все и провести через свою систему. Я как бы измерительный прибор того, что со мной происходит. Если я попадаю в какую-то среду, например, в Канаду, значит, я покажу серию работ, переезд, там, где чемоданы собираются или коробки собираются. Если я иду мимо свалки и почувствовал запах и красоту этих гор мусора, то оно обязательно отразится в моем творчестве. Я люблю котиков. Скажи мне, у тебя есть серия «Поцелую» за состыки? Да, я был одинокий в какое-то время, когда я был молодым. То тогда мне не хватало общения. И это то, что повлияло на эту серию. Я начал всматриваться в эпицентр страсти, в эпицентр любви. Где этот визуальный аспект, который для меня важен, как для художника? Мне не важно содержание, мне важен визуальный аспект. Момент, в котором можно передать какую-то эмоцию универсальную. И вот этот момент поцелуя во всех этих красках и в разных углах меня больше всего привлек. А, скажем, два одни голубые поцелуи, а другие красные поцелуи и так далее. Ну, это primary colors, это основные цвета. Синий, красный, желтый. Но голубые тоже могут целоваться. Но там на голубых поцелуях это... Sorry. На голубых поцелуях это женщины тоже. А там женщины с женщинами тоже появляются. Но я был одинокий. И что, как ни странно, сразу же через неделю после этого я больше не был никогда одиноким. То есть ты как бы из пространства сам себе привлек... Коллективное сознание и процессы, которые происходят в нашем мире, они не только те, которые явные. Там есть какие-то еще подсознательные процессы. И я, подключившись к этой волне, я как бы примагнитил и спроектировал для себя вот эти события. Слушай, тогда когда ты рисуешь кошек, ты ждешь, чтобы коты придут? Да, и принесут что-нибудь. Юбилежные изделия или еще что-то. Шутка. Они такие милые. О, Канада, our home and native land. True patriot love in all thy son's command. Your Honor. Professor Maxim Gernon came to Canada from his native Russia. His distinct and natural talents make him a great Canadian artist. Proudly today, the National Ethnic Press and Media Council of Canada is recognizing his dedication and contribution to the arts. Your Honor, Professor Maxim Gernon. Субтитры создавал DimaTorzok Успех художника заключается не в его таланте или его данных, а в его активности на поприще изобразительного искусства. Но чтобы достичь успеха, нужно принимать участие во всех известных тебе конкурсах, подавать свои слайды своих работ или диски со своими работами, или приезжать на машине и показывать свои работы непосредственно владельцам галерей. Нужно знакомиться со всеми людьми, которые связаны с искусством, спрашивать все вопросы, ничего не бояться, а работать на, можно сказать, на публику, заинтересовывать. А что ты тогда называешь успехом? Работать на публику, чтобы тебе писали, говорили, чтобы продавались работы? Да, совершенно верно. Чем больше твоих работ появится в разных газетах, по телевидению, в музеях, чем больше наград и recognition, если твое имя появляется где-либо, тем лучше для тебя. То есть это как твой профессиональный вес в твоей же среде. Художник без регалий, без своего веса, он не существует. Ну скажи, я скажу сакраментальную фразу, но, наверное, многие художники, особенно в прошлом, становились знаменитыми после смерти. Это не исключено. И это, я же... К чему мы идем? Я иду к успеху, я иду к тому, чтобы меня распознали современники как талант, как будто бы я достигаю чего-то в искусстве. Максим, на выяснение не распознали. Нет, так я же и иду к этому самому... Ну а если этого не будет, ты перестанешь рисовать? Нет, нет, мне всего лишь стоит только умереть, и тут же я добиваюсь своего успеха. То есть это и есть основная цель, это шутка. Я рисую не для того, чтобы добиться какого-то успеха. Я люблю то, что я делаю. Я наслаждаюсь процессом. Я просыпаюсь, что я хочу делать? Попить кофе, покушать, поговорить с приятным человеком. И я хочу порисовать. И рисовать, рисовать. Рисовать, рисовать целый день.